Производим утепление, сказать, мансарды из нежилого чердака. Делаем утепленное жилое помещение. Так как чердачное помещение делалось 17 лет назад, соответственно, никто не применял ни пароизоляцию, ни ветрозащиту, так называемую, ничего. То есть, стоят, видите, стропильная система сделана из бревна. Вот, из бревна. Соответственно, сразу же на нее идет обрешетка. Еще и рубероид лежит, старый. Вот он-то, старый рубероид. Вот, соответственно, на него сразу делали и провлю. Так как минералки здесь утеплить невозможно, под минералку требуется ветрозащита, ветрозащитная дефлюзионная мембрана и контррейка не менее 50 мм по нормам гостовским. Вот, соответственно, как бы вентиляции практически отсутствует. Вот, утепляем мы здесь с помощью типа фола. Минеральный утеплитель здесь ложить бессмысленно, он отцыреет. Соответственно, вот наносим по внутренней части стропильной системы доску. Дюймовку 25 на 100. Вот, сделали вот каркас, обкаркасили все, вырезали окна трапециевидные. Вот, тоже сделали каркас на окна. Вот, усилили фронтоны, обкаркасили все полностью. Сейчас будем нашивать утеплитель типа фол толщиной 70 мм с двухсторонним металлизирным покрытием. Для чего это делается? Для того, чтобы тепло вовнутрь отражалось, вот, а мороз и жара отражалось на внешнюю часть. То есть, чтобы сделать герметичное полотно. Теплоизоляция типа фол в строительных терминах называется как покровная теплоизоляция. Соответственно, она сваривается в замки полностью и не имеет доступа влаги извне. Соответственно, тепло из дома оно тоже абсолютно никак не выпустит. Как только начнем обшивать утеплителем, сделаю дополнительное видео. Вот так вот из нежилого помещения делаем жилое. То есть, такое тоже возможно с утеплителем типа фол. Сделать все по-человечески, чтобы люди увеличили свое жилое пространство. Значит, работаем мы в городе Казань, поселок Борисоглебский, по улице Ленина. Где-то площадь здесь около 180 квадратных метров. Вот, по площади, как бы отделке. Соответственно, на объект уходит 3 дня полностью, чтобы отделать данное помещение. Вот, стали утеплять. Обрешетку сделали, стали утеплять мансарду. Подшивать. Сейчас заделаем стропильную систему всю, утеплим. Потом перейдем непосредственно на фронтоны. Сварим. Будет герметично. Вот, сделали из чердачного помещения. Жилое. Вот, вырезали окна. Все сделали. Вот, продолжаю съемку. Все, идеальный. Просто идеально. Закончили. 3 дня нам понадобилось, чтобы делать 180 квадратных метров. Все, идеально. Утеплили полностью. Сварили швы. Все сварено. Вот так вот. Из чердачного помещения сделано жилое. Расширили, так сказать, жилые квадратные метры. Людям помогли. С другим утеплителем здесь была бы проблема. С покровной теплоизоляцией типа фол проблем нет. На данный момент окон нет. Тепло поступает непосредственно из проема лестничного. Вот. Здесь уже температура комфортная. Хотя на улице холодно. Лето, но холодно. Так что, вот, господа, что можно сделать с покровной теплоизоляцией типа фол. Единое герметичное полотно, сваренное под действием термосварки, так сказать, монтажным феном сваренное. Никаких проблем. Все идеально. Теперь только обшивать гипсокартоном. Отделать помещение жилое. Поэтому дополнительно вот применение не только утепления мансард, а типа фол мы можем использовать. И для того, чтобы чердачное помещение превратить в жилые. Вот вы на примере убеждаетесь, что это такое. Вот так. Все идеально. Выпускается теплоизоляция данная типа фол как основная. От 20 до 150 миллиметров. Имеет систему замкового соединения. Соответственно замки свариваются феном монтажным. И получаем единое герметичное полотно. Без всяких проблем. Материал довольно-таки эластичный. Но при всем при этом по нему можно ходить. Он нагрузку очень хорошо держит по площади. И главное, что он не рвется. И возможность его деформации, как сужения, так и расширения до 30%. Он может ходить за конструкцией, при этом он не порвется. Плотность у него довольно-таки высокая. Порвать руками его невозможно. Можно только как-то вот его резать канцелярским ножом. Не более того. Так что, господа, выбирайте теплоизоляцию типа фол. Не пожалеете. Зимой будет тепло. Летом будет прохладно. Спасибо.